Микс Ньюс. Каждую среду в 16 часов. Болтком Лайф с Эдмундом Кашевским. Всем привет, всем здрасте. В эфире Болтком Лайф. За пультом Родион Золотарев. Ну, а в студии сегодня у нас два очень интересных гостя. Прекрати трогать микрофон, ему еще работать надо. У нас сегодня в гостях новый президент Федерации волейбола Латвии, господин Иоанн Сбукс. День добрый. Здрасте. И ставший генеральным секретарем Федерации волейбола Латвии Каспарс Тиммерманис. Добрый день. Я бы сказал, что сегодня у нас в гостях два революционера. И один из которых такой архиактивный и такой очень деятельный, это Каспарс. А второй, как бы такой, несколько менее активный, но тем не менее тоже революционер, это господин новый президент Федерации. Вот у меня сразу такое, возьмем быка за рога. Была ли нужна вот эта вот перетрубация, эта вся революция в Федерации волейбола Латвии? Потому что вы заменили практически весь состав и правление. И если я не ошибаюсь, много из функционеров просто сказали, спасибо, я ушел. По тем или иным причинам я не могу, или не хочу, или не буду. Ну, я бы сказал, что это не революция, это нормальная эволюция, да, что после 30 лет, ну, условной стагнации, да, где такого развития вообще, по-моему, не было, да, да, пришла такая пора, когда надо меняться. Или мы меняемся, или в Латвии волейбол учить с 10 лет не будет, или будет чемпионат сеньоров, да. Ну, так что, да, я думаю, что это абсолютно логический шаг, который был принят в январе этого года, когда вот ушла в отставку бывшее правление во главе с президентом, да, и меня избрали как президента федерации. Это внеочередное было, или... Это было внеочередное, да. Ну, то есть, Саустен, ты сказал, все, хватит, я устал, дальше сами. Дальше, да, ролите сами, да. И состоялся конгресс, и я помню, что конгресс был достаточно таким, ну, скажем, знаковым, во-первых, для латвийского волейбола, во-вторых, он был, он был действительно таким, ну, ух, острым по содержанию, потому что как-то так оказалось, что в финальной стадии вообще на пост президента реально была одна кандидатура ваша. Так точно, да. Да, а вот как это так получилось? Я думаю, что, да, во-первых, почему-то случилось, да, надоело, и все к предыдущим правлению. Я думаю, что они тоже знали, что финансовая ситуация не самая лучшая, да. Но финансовая ситуация чуть попозже. И особенно после вот этой, так называемой, налоговой реформы, да, привлечь финансовые ресурсы становится все труднее и труднее. Они точно знали, каким будет будущее, да. Это, во-первых, да, ну, я бы не сказал даже, что это было очень остро, да. Других кандидатов не было, не знаю, почему. Но, в принципе, если брать, посмотреть, какое было голосование, да, оно было почти стопроцентное за эти перемены, которые мы обещали. Ну, то есть за вас? Да. За меня и команду мою, да, остальных членов правления, да. Ну, вашу речь я слушал, я слышал ее. И, честно скажу, что, ну, были моменты, с которыми я соглашался, а были моменты чисто такие, ну, проходные, скажем так. Как вы попали вообще вот в эту всю Петрушку? Как вы, как говорят у нас в стране, Касиус Узрунае? Кто вам предложил это? Ну, это было пара лет назад, когда вот я работал в банке Норде. И одним из, да, мой хороший клиент и тоже знакомый, это был Ральф Клявнич из Рижского торгового порта. Он пришел ко мне, он говорит, что вот, да, есть вот такая дома-медр группа, группа единомышленников, да, которые хотят, которые видят, что, да, волейбол, в принципе, умирает, и чтобы, но в том же проблем, главная проблема была, что была такая, но четкая оппозиция и позиция, да, но такие, ну... То есть волейбол умирает, нужны перемены, условно говоря, да? Да, и надо было, в принципе, одного человека, который нейтральный был. И вот меня так пригласил... Вас как нейтрального человека? Как нейтрального, который не был в волейбольном мире последние 20 лет. Так что, да, тогда меня... Тогда напрашивается вопрос, какое вы имеете отношение к волейболу вообще? Я всю жизнь играл в волейбол, во-первых, да, я закончил Рижскую волейбольную школу у тренера Лейтеса, да, это был, да, 87-й год, по-моему, да, потом играл в университете в Латвийском, и после университета, ну, тоже всю жизнь почти играл, да, но в таком профессиональном, в таком обществе волейбольном я не участвовал, да. И мой, да, мой папа тренер, долголетний тренер Рижской... Ваш папа, да, ваш папа тренер, это да. Брат играл всю жизнь. Я думаю, вот как сын, как сын, он вообще вот... Как давно он завязал с волейболом, так скажем? Да нет, я играл, играю в волейбол с 11 лет, с пятого класса где-то так. Так, ну вы сейчас в ветеранах тоже что-то делаете или как? Нет, в ветеранах. Сколько вам лет? Сургейч. А, угодится. Да. Сейчас. То есть будем рекрутировать в команду Рига Маскерс ветеранов как раз за 50. Ну ладно, шутки в стороны. Хорошо. Ну вот, значит, вам предложили, вы подумали или вы вообще не думали и согласились? Нет, я, 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 такие решения не принимаются без, без обдумывания, да. Так что я очень серьезно... Тяжело далось решение? Ну, у меня было, было то, что меня как бы толкнуло, это был разговор с моим сыном, который, он играет в баскетбол. Замечательно. Еще один волейболист, у которого сын баскетболист. Ему сейчас, да, в этом году 15 лет, тогда было, да, по-моему, 13, и он как бы устал от баскетбола. Он говорит, папа, я хочу вот поменять чего-то в жизни, да, вот баскетбол лучше не хочу. Я говорю, нет, я считаю, что, ну, спортом надо заниматься, да, вот, парни должны спортом заниматься до 19 лет точно, да, серьезно заниматься. Я говорю, ну, чем будешь заниматься? Ну, вот, вот, не знаю. Я говорю, ну, а может быть, волейболом будешь заниматься? Ну, нет, волейбол, это, это не престижно, да. И я тогда вспомнил, ну, когда я был в его возрасте, да, у меня было тоже 13, там, 14 лет, когда вот радиотехник играл, да, и мы вот мальчики смотрели на, там, на Раймона, на этих Белевича, да, и этих парт, как эти были наши айдолы, да, это, 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 ну, мы хотели равняться с ними, да, и волейбол был, ну, если кому-то сказал волейбол, ты волейболист, да, это было престижно. И вот это то, что я в своем сердце, да, хочу возвратить, это престиж вида спорта, да. То есть, такие вот глобальные высокие цели вами руководят, да? Ну, если у меня нет таких глобальных амбиций, тогда лучше вообще не заниматься этим. Когда сюда на одно из интервью приходил Каспарс, в то время он еще не был генсеком, помнишь, Каспарс, мы сидели с тобой разговаривали, и я сказал, что единственный выход для того, чтобы действительно, сделав первый шаг, поменяв руководство федерации, сделать второй шаг, чтобы ее развивать, что нужен также генеральный секретарь из твоей команды, и человек, который в теме до мозга костей, который знает что, знает куда, и, что называется, я накаркал, да, что ты стал генсеком? На каркал, да. Тогда такой идеи, в принципе, не было, и эта идея созрела, я думаю, в том момент, когда мы уже как-то поняли, что, куда мы пали, это я думаю, что не совру, что в январе, когда во время Конгресса нам все старое правление и тот же бывший генеральный секретарь рассказывали, какая хорошая финансовая ситуация, как мы хорошо передаем дела о новом федерации, мы тогда еще, ясно, не поняли, может быть, все ту вид хозяйственности, какой был федерации до января, до февраля, и потом мы уже как-то начали собирать и информацию, и поняли, что, в принципе, мы у порога банкрот федерации, и потом мы ехали, ехали еще в Международную федерацию и в Европейскую федерацию, и как-то получилось, что, ну, если бы мы взялись за это в таком, в принципе, очень сложной ситуации, что нам, те, которые в правлении, нам всем надо и это тянуть, и я думаю, что хорошая новость та, что одна из таких хороших вещей, что мы это общество волейбола пытаемся расширить, это и так, по идеям, это одно то, что мы сейчас, например, в новой комиссии подключаем новых людей, про которых все время говорили, нет у нас людей, которые могут, там, не знаю, в тренерской комиссии работать, это одно то, что с такими идеями нам надо больше волейбола, надо притягивать людей, которые были в волейболе, где-то отошли, и второе то, что у нас сейчас, как клуб одномышленников, которые финансово сейчас тоже готовы что-то вложить в волейбол, это, как мы говорим, это 100 плюс друзей волейбола, и первое такое же начало было и фильм «Легенда волейбола», второе уже, такая маленькая уже, там, шаг вперед, это мы купили права на трансляцию итальянской А1 серии, и осенью будет и чемпионат Европы по мужчинам и по женщинам, по телевидению, так что такие вещи, которые... По какому каналу? По Best4Sport, по Best4Sport каналу. А почему не по государственному? Ну, там, наверное, ну, почему, ну, лучше там, чем нигде, но ясно, что государственное телевидение у нее свои планы, например, государственное телевидение у нее сейчас по госзаказу, они показывают наши игры мужской сборной в Золотой Лиге, к этому мы, наверное, доберемся или не доберемся, в принципе, значит, мужская сборная у нас в этом году играет в Золотой Лиге, и там государственное телевидение показывает наши игры, и, в принципе, на следующий сезон мы тоже уже делаем программу, что мы хотели бы, чтобы по государственному телевидению показывали, но что ясно, что хороший продукт волейболе это пляжный волейбол, мы везде идем, все говорят, о, мы знаем Самойлова, мы знаем Шмеденча, но мы хотим поменять мышление, что и классический волейбол, и зальный волейбол, он может быть стильным, и это то направление, ну, как мы тоже думаем, и показывать, что наши парни, например, там, в прошлой неделе у нас была игра в Талсы, в Талсы полный зал, все тоже не видели хорошего волейбола уже лет, не знаю, 15-20, или вообще никогда не было, и, ну, ясно, Якобелс, это уже такой знак качества, там тоже полный зал, и главное, чтобы нам показать, что есть молодые парни, которые могут быть стильными и в классическом волейболе, и это то, что Иоаннис говорит, что когда есть у тебя там ребенок, который думает, идти, идти, идти в волейбол, чтобы он понял, о, это то, что мы можем как-то, это стильно. Хорошо, это стильно, на этом мы прервемся и вернемся через несколько минут буквально. Мы вернулись в студию и остановились на таком очень интересном моменте о том, что стильно. Вы получили стильную финансовую яму, в которой находилась на тот момент федерация волейбола, и у меня вопрос, вы из этой ямы как выбрались, не выбрались, в каком финансовом положении сейчас находится волейбол, и вообще есть ли друзья, есть ли спонсоры, и будет ли дальше какое-то развитие? Ну, я бы сказал, что это, да, мы получили стильный вид спорта, да, с не самой лучшей финансовой ситуацией. Это финансовая яма, короче говоря. Но буду, да, я буду говорить очень честно, я для себя закрыл уже, эту страницу закрыл. Мы тоже между собой в правлении договорить, что мы будем смотреть вперед, в будущее, и, конечно, будем решать тоже проблемы прошлого, но наш ориентир – это будущее. Так что, ну, да, и то, что мы очень, да, то, что я говорил уже, что, допустим, налоговая реформа, конечно, намного труднее привлечь спонсоров к сотрудничеству и поддержку волейбола, да, но мы так с марта месяца, с февраля месяца очень-очень систематично начали работать с потенциальными спонсорами, и вот сейчас вот как раз, ну, первые плоды сейчас уже приходят. Это сколько, четыре месяца проходят, да, так что завтра у нас пресс-конференция перед стартом мужской сборной в Золотой Лиге. Мы будем тоже презентировать наших новых спонсоров Федерации и сборной. Ну, хотите, можете это сейчас сделать? Да, я могу и сейчас сказать, что это будет генеральным спонсором мужской сборной становится лизинговая компания «Могу». Ага. И золотым спонсором становится компания «ЛНК Индестриз», строительная компания «ЛНК». Вот молодцы, не только футбол поддерживают, но и волейбол начнут поддерживать. Да, и я очень-очень благодарен этим компаниям, и будут еще новости. Еще будут, понятно, да. По мере поступления будем вас информировать. Очень благодарен этим компаниям, потому что я откровенно говорю, что если не было таких спонсоров, сборной Латвии не было бы. Окей, вот это самая золотая лига, и объявлен матч недалее, как в конце этого месяца, Латвия-Словакия, да? Что это за зверь такой? Ну, во-первых, золотая лига – это турнир, который, в принципе, сейчас дублирует нашу мировую лигу в какой-то части, потому что сейчас в мировой лиге больше такой нет, есть Лига наций, и, в принципе, там играют все команды в этой золотой лиге, которая будет играть осенью в финале европейского чемпионата. Так что это сильные команды европейского уровня. Как туда Латвия попала? Латвия попала таким образом. Во-первых, в прошлом году мы довольно-таки хорошо сыграли, проиграли белорусам, которым мы в прошлой неделе реваншировались в одной игре. Значит, Латвия подала заявку и на серебряную, и на золотую лигу. И тогда, когда было решение, оказалось, что Португалия квалифицировалась на эту лигу наций, значит, освободилось место. И Латвия получила место в золотой лиге. И ясно, что при этом, может быть, и модель сборной, и при этой, может быть, ситуации мы как-то пытаемся чуть-чуть выше прыгнуть, чем надо, или чем мы можем. Но мы уже, то же самое, игры против Белоруссии, и в Талсе, и в Якопилсе на прошлой неделе показали, что у нас есть потенциал. И молодые парни, которые, ну, я надеюсь, сегодня паспорт Латвии получит Маркус Целовс, сын Салвеса Целовса, который... Это один из примеров, что есть молодые парни, еле-еле, им даже не 20 лет, которые, ну, через два года, когда мы уверены, мы будем в финале чемпионата Европы, они будут уже другой силой. И сейчас у нас главное, что мы проверяем наши силы, не знаю, против тех же белорусов, мы поняли, что мы не хуже игроков, которые играют в Российской Суперлиге, игроков, которые играют в Китае, игроков, которые играют в чемпионате Белоруссии, где команды играют в Еврокубках. Значит, у нас потенциал есть, ясно, что есть молодые парни, которым надо еще вырасти, но, например, тот же чемпионат Эстонии, ну, или Балтийская лига, у нас сейчас два чемпиона из Пиарну, Атвард создал Инчитом Шванс, а чемпионат Балтии или чемпионат Эстонии, он сейчас котируется даже выше, чем некоторые, там, ну, чемпионаты в Европе. Ну, лучшие, даже игроки, например, основной забойщик к Пиарну на следующем сезоне будут играть в одной из лучших команд Франции. Так что тот трамплин, который предлагает Балтийская лига, он довольно-то хороший, и если наши чемпионы там, ну, есть уже интерес к тому же Атварцу Озловичу, есть интерес к тому же Тунцу Швансу, не говоря, например, про Дениса Петрова, которая уже такая классическая ценность в Российской Суперлиге. Так что мы играем на следующей неделе, в среду, играем против Словакии, уже 1 июня Дом спорта Далговы, и 1 июня мы играем против, надо вспомнить, против Бельгии. И 16-го играем против, 16-го играем против Турции, тоже Дома спорта Лата. Слушай, первый вопрос, Каспар, сразу, а почему Дома спорта Далгова? Это же, ну, там, не знаю, полтора человека войдет, и он полный. Ну, приглашаем всех в полтора. Нет, вопрос, это ясно, что вопрос про ситуацию с спортивными базами в Риге. Если мы говорим, что у нас, в принципе, только один зал, это арена Рига, который соответствует нуждам и волейбола, и баскетбола. Стандартам, скажем. Стандартам, да. То это вопрос, ну, или к правительству, или к местному самоправлению, что такой большой город, как Рига, где тоже весь бизнес живет здесь, почему у нас нету... Хорошо, а почему не арена? Ну, пока... Или там концерт Стаса Михайлова какого-нибудь там? Не помню, не помню. Не, арена была занята. Ну, я говорю, как... Чей-то концерт, понятно. И мы хотели бы, то, что наша идея, то же, что мы хотели бы собрать полный зал, где играет наша сборная. И, конечно, в данной ситуации мы еще не способны собрать полную арену. Через пару лет думаешь, что будем способны, да, но сегодня еще нет. Ну, хороший подход, мне нравится. Да, лучше маленькая хата, но полная набита, чем да. Ну, а как все-таки выглядит тогда сейчас сборная Латвии? Неужели кто-то эту идею схватил, что надо омолаживать коллектив и пройти полный цикл для того, чтобы вырастить нормальных ребят без тараканов в голове, которые смогут играть и защищать цвета нашего государства? Ну, я думаю, что это молодежь, которая... Ну, если просто тоже у нас, например, сейчас мы будем делать акцент, например, на 2005-е годы. У нас тоже очень хороший потенциал. И тренер Яков Пилсом Артис Оберманц будет главным тренером уже у 15 сборной. Так что это модель, что нам надо смотреть на тех, которых парни, которые здесь, на месте, которых там видите каждый день. Что они становятся, становятся новыми звездами. Ну, что, ну, я не могу сказать, что есть, есть, ну, по-любому те, которые мы сейчас видим, тот потенциал и по спортивному, и потенциал по такому спортивному маркетингу, они должны быть молодыми, стильными, такими, которыми подтянуться, а не такими, которыми угрюмые и смотрят, вот, там, баскетбол может, там, что-то, хоккей, то, что... Ну, просто, а баскетбол должен лететь по своему пути. И надо, чтобы глаза горели. Да, глаза горели, да. А не то, что там смотришь, и у него счетчик в глазах. Да, да, да. Это то, что мы когда встречались сейчас с ребятами сборной, я говорю, ну, вот, надо играть с сердцем. Вот, если будете играть с сердцем... Это вы кому рассказывали? Игрокам нашей сборной, да. Да, тогда, если сердце будет... Там много из тех, которые играли против Эстонии и предыдущие игры? Ну, по-моему, там трое или даже больше, наверное, 4-5 игроков нет с той команды, которая была в прошлом году. Ну, да, ну, как-то омолаживается. Их сознательно поменяли или... Не знаю, ну, сейчас такая хорошая синергия. У нас Денис Петров как основной пасующий. У нас два молодых пасующего. Янсванс из Кулды, Гискрудерс из Якопилса. Оба-оба еле-еле 20 лет. Первые темпы у нас молодые. Том Шванс, у нас Эдгар Шиманский. У нас четвертая зона себя очень хорошо проявила. Тварь Созланич. У нас сейчас еще хотел играть в сборной, но по рабочим обстоятельствам. Он не мог играть Авдеев, который очень потенциальный. Который и Аво Келс видит его как одного из лидеров в сборной. В принципе, у нас сборная такая, которая с потенциалом. Это главное. То, что будет на следующем году, ну, я могу там, наверное, честно сказать, я довольно-таки долго разговаривал с тем же Херманом Эдглос Клансом, который тоже должен был быть сейчас. Но у него там ребенок родился, он переезжает. И наш такой тоже принцип, что не должно быть игроков, которые в какой-то последний момент подключаются и получают какой-то аванс, что он чем-то лучше, чем те, которые там какой-то цикл отыграли. Сейчас ясно, что это объективное обстоятельство. Первый ребенок, ему там сейчас перебраться. Так что с Херманом мы договорились, что в следующий год, если он будет, он будет со звонка до звонка, сразу будет при сборной. Потому что следующий год, это уже не только Золотая Лига, то, что мы думаем, тоже играть в Золотой Лиге, но это и квалификация к чемпионату Европы. Но, по-моему, это главная цель. Это главная цель. И нельзя забывать про девушек тоже. Это даже больше княльности, потому что он уже в прошлом году, еще когда не был президентом, он помогал сборной команде, что женская команда тоже в этом году играет против Дании, тоже в эту неделю там на выезде. Просто товарищи к играм. Но мы должны на женский волейбол делать упор, потому что это и сильно, и красиво, и, в принципе, по результатам, если мы видим тоже команду Пашки Селиванова и Одинокого, что они были третьими. А они стали чемпионами Балтии? Балтии в поле уже нельзя, да? Нет, 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 третий. А, третий. Да, но там есть девушка, у которой хорошая потанция. Там Ленинская просто, ей в Италии можно играть. Ну да, и в том-то и дело, что мы даже пытаемся и самим девушкам, им давать такую храбрость, что не надо нам бояться, мы можем играть. Я думаю, что Дании, это даже ясно, что это не наш уровень, нам надо играть лучше. Ну, мы можем опять говорить, что в примере в Эстонии и в мужском, и в женском волейболе. Ну, пока, к сожалению, в Эстонии нас одно левое обыгрывает. Ну, женская команда не обыгрывала. Женская, нет, мужская. Но сейчас даже женская попала на чемпионат Европы по волейболу. Так что, та работа, которая была в Эстонии, она, это ничего нереального. Значит, это можно сделать и с мужчинами, и с девушками. Я думаю, что там просто другая финансовая ситуация в Эстонии, нежели здесь, в волейболе. Ну, там немножко, там налоговая ситуация такая же, или очень похожая, да. Но там немножко другие традиции, потому что они уже, во-первых, сделали клубы, они намного на местных самоуправлениях там работают. И там, да, это как бы традиции спонсорства намного глубже, чем наши. А не обидно, что наш волейбол, который имеет более глубокие традиции и корни, вдруг как-то берет уроки у эстонского, который у нас учился в свое время? Ну, я помню, 90-е год. Мы же вообще эстонский волейбол не знали. Ну, я о чем и говорю. Не обидно немножко, нет? Тренер главной сборной – эстонец, главный маркетолог – эстонец сборной. И не только сборная, я так понимаю. Уже нет. Уже нет, да? Уже нет, да. А, все-таки. То есть, как-то вот мы, что-то мы как-то так это все… Когда же сами, наконец? Поэтому и эти перемены в январе случились. Поэтому то, что надо было, да, вот сколько мы можем за эстонцами бегать, да. И я уверен, что через будет, вот уже Касперс говорил, там, у 15 команда уже сборная, или мальчики с большим потенциалом, да. И наши уже тоже выиграли уже в этих юниорском возрасте, уже эстонцев обыгрывают. Так что я думаю, что потенциал есть. И я думаю, через лет 5-7 они опять будут за нами бегать. Ну, смотрите, все-таки тогда не так все плохо, как кажется на первый взгляд, да. Вы коснулись женского волейбола, да. Вот как, я так понимаю, что вы будете его развивать более, скажем, интенсивно, нежели предыдущие товарищи из федерации, да? Ну, женский волейбол был в таком немножко… Ну, на уровне младшей сестры, скажем так. Да, ну, очень младшая, да. Младшая, младшая, да. Да, ну, а теперь вы ее переведете хотя бы в ранг старшей сестры? Ну, во-первых, надо какой-то, да, вообще фокус на женский волейбол, да, потому что, ну… А как это в других странах? Получается, что у них хватает фокуса и на мужские сборные, и на женские, и на мужские клубы, и на женские. А у нас как-то все это так зажато и сфокусировано на чем-то одном. У нас не хватает кадров, у нас не хватает времени, желания или денег. Чего у нас не хватает? Ну, не знаю, ну, я бы не сказал. Ну, у меня как-то такой комментарий к твоему предыдущему, что ты говоришь, ну, что вы будете делать? Я думаю, что вопрос, что мы будем делать? Потому что хорошая вещь такая, что мы видим, например, в Рижковой волейбольной школе, там очень важно, чтобы сами клубы были активными. И сейчас, например, в Рижковой волейбольной школе мы смотрим, как лучше, например, сделать чемпионат Балтии с директором Рижковой волейбольной школы. Потому что, если нету, например, те же эстонцы, когда мы с ними разговариваем, мы говорим, какой там Final Four будет? А, они говорят, что там женский волейбол, как там, как будет, так будет. Даже у них такое отношение. Значит, нам надо, если эстонцы не готовы как-то его там сильнее поднять, нам, в принципе, надо взять и это сделать. Но это нам, это не мне, не Янису, это волейбольное общество. Для этого нужна, как минимум, поддержка на государственном уровне? Ну, на государственном уровне там ясно, что есть, нужен какой-то результат. Значит, там надо нам это комплексом говорить. Ясно, мы уже про две, это одна государственная проблема, что мы говорили про спортивные базы, это одна. Вторая, что у нас слишком много видов спорта, которые вообще государство поддерживает. Это, если посмотреть там по всем финансовым данным, спортивный бюджет не такой же маленький. И те деньги, которые приходят из Олимпийского комитета, индивидуальные виды спорта, например, как в Пляжный волейбол, и те деньги, которые приходят на командные виды спорта, единственное то, что нету таких приоритетов. Просто во время, не знаю, за последние 15-20 лет, любой, который сделал федерацию, не знаю, болтания по микрофону, он придумал, что у него есть там, не знаю, критерии, по которым он может этот вид спорта развивать. А то, что нету ни пирамиды, нету ни юношеского спорта, и есть такие отдельные виды спорта, не называй их, которые, в принципе, эксклюзивные, которые люди сами, если ты за свои деньги хочешь этим заниматься, занимайся. Но ГОС-2, что это не надо, не надо финансировать такие виды спорта. И ясно, что уже Янис говорил, что и налоговая политика, обрезать все эти спонсорские пожертвования, она была слишком, слишком быстрая, и там эти... Ну, а есть понимание у ваших коллег из других федераций, что именно вот такое видение, и что, может быть, единым фронтом таки надо идти и стучаться в Кабмин? Ну, от министра, министры просвещения мы поняли, что в такой плане, что есть все-таки идея, что сделать приоритетные виды спорта, на которых делают акцент. Как на вас обидится Федерация Питанга, я себе представляю. Окей, у нас времени остается не так много. Я бы хотел еще затронуть одну тему. То, что вы сделали, и вы молодцы. Вот, например, я чисто от себя, как фанат волейбола, я вам говорю огромное спасибо за фильм. Я вам говорю огромное спасибо за фильм «Легенды волейбола». «Легенды волейбола», и это фильм, который, ну, я считаю, который надо по телевизору показывать, на самом деле, по телевидению, а не на закрытых показах. И, ну, я уже получил согласие, что я смогу его показать публично в одном месте, но вот о создании этого фильма, как пришла идея, и кто помогал, кто мешал, кто ставил палки в колесо. Вот это самое интересное. Не, ну, сейчас получается так, что Федерации волейбола, как таковой, никакой доли или участия в этом фильме не было. Получилось так, что история такая, что фильм, идея фильма у режиссора, Илзе Кулунга, Мешгайл, которая с такой идеей пришла к Рыжке Думы, которая была готова помочь, финансировала, и пришла к Федерации волейбола. Федерация волейбола в прошлом году или полтора года назад сказала, что денег нет, вот такую идею мы не будем поддерживать, и получилось, что Илза пришла ко мне. И тогда мы, может быть, уже с теми, которых мы можем называть друзьями волейбола, или новыми, или старыми. Революционерами. Не, ну, почему революционерами? Ну, просто люди, которые готовы финансово помочь волейболу, и эта идея понравилась, и ясно, что такой фильм, он даже, ну, ясно, что молодежь, они не знают, не знают ни про олимпийских чемпионов, которые живут здесь, в соседнем, на соседней улице. Более того, я скажу, Каспар, они не знают и про двукратных олимпийских чемпионов. Не знаю, в том-то и дело. По волейболу латвийцев. Ну, да, и потому и ясно, что это уже такой, ну, там, показать тем, которые... Еще в волейболе мы видели, как это премьера фильма, что все, даже они были забыты, эти люди, которые в волейболе. Это одно. И второе, для тех, которые молодые, показать, что есть такие легенды, и есть даже хорошие игроки, которые совсем недавно играли на супер уровне, ну, тот же Гундерс, Целтанс, и показать, что есть хороший волейбол не только здесь в Якопилсе, не только здесь в Риге, но есть хороший волейбол в Италии. Потому мы как-то хотели, чтобы люди это увидели. Так что идея хорошая. Ну, сейчас ясно, еще есть уже режиссер Илза сказал, что есть еще... Она должна сейчас сделать фильмы про женский волейбол и по пляжному волейболу, так что это... То есть, покатился шарик, да? Покатился шарик. И, в принципе, мои чувства, потому что я тоже, может быть, с того поколения, который... Если Янис тогда во время игр радиотехники стоял как линейным, я, наверное, где-то там через 3-4 года подавал мячики. Для меня это время радиотехники, которое последние года. И когда мы взяли или украли у Валта Миккелсона видеокассету ВХС, где радиотехник играл 91-й год против Сисла, и мы должны были выиграть этот Еврокубок, а потом мы проиграли, и для Сисла это стало первым трофеем, и потом они сколько лет, там, 25 лет доминировали в волейболе. И когда мы смотрим эту игру, мы понимаем, что в то время мы, в принципе, играли против трех-трехкратных чемпионов, ну, или двухкратных чемпионов мира. Мы играли против звезд, которые еще сейчас в волейболе. И тот момент, если мы, может быть, не помним Мехико, мы не помним Монреаль, мы не помним Москву, мы не помним Лос-Анджелес, где нас не было, или кто-то был, только не из Латвии, то вот эти 90-е годы, это то, что мы говорим, что там это было время, где появились эти звезды. И потом еще вот даже то поколение, которые вот последние, которые еще играли бы в Италии, не знаю, Пэда, Меденис, Корженевич, где-то играл еще тот же целый танц, они тоже еще, или их родители помнят то время радиотехника, значит, нам надо это связать. Последний экспресс-вопрос. Собираетесь возрождать радиотехник, как это хотел светлой памяти Юрий Петрович Данилко, или нет? Ну, это абсолютно не функция федерации. Стоп, стоп, стоп. На уровне идеи, стоп, стоп. Идея хорошая. Ну, мы на прошлом уикене как раз с белорусами говорили, они тоже попытались и сделали, например, женская команда, играет в российской суперлиге, ясно, что пока наш уровень мужского волейбола, женского волейбола, не соответствует уровню российской суперлиги, так что нам надо еще вообще эти клубы, которые у нас сейчас есть, надо у них усилить. На уровне идеи есть или нет желания? Провокатор, провокатор. Все ясно. На этом провокационном вопросе мы закончим сегодняшнюю беседу. Спасибо и Янису Буксу, и Каспару Тумерманесу, что пришли сюда на Болтком поговорить о делах наших насущных волейбольных. До следующих встреч. До свидания.